Всем привет! Лет пять назад по телевизору шла такая классная передача, которая называлась «Русский ниндзя». Она мне всегда очень нравилась, поэтому я как-то решил сделать такой же режим в БС. Я построил полосу препятствий, и мы все её по очереди проходили на Мортисах на время. Ну а потом лучшие попадали в финал. Сегодня я решил сделать вторую часть этого замечательного режима. У нас опять будет сложная полоса препятствий, мы её будем проходить по очереди на время. И трое лучших из нас попадут в финал. А в финале будет уже другая карта, более сложная, и победит только один. Посмотрим, кто сегодня из нас окажется настоящим «Русским ниндзем». Всё, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Начинаем! Я по-любому должен сегодня затащить. «Русский ниндзя» — это вообще моя любимая передача после больших гонок. Сейчас у нас отборочный этап, вот такая вот карта. Значит, сейчас по очереди будем её проходить на время. Мы, кстати, здесь не тренировались, то есть без тренировки будем играть. И только трое лучших попадут в финал. Ну что ж, начинаем. Я тогда буду последним. И наш первый участник — это Зентифи, который первым согласился проходить эту карту. Ну что ж, могу ему пожелать только удачи. Сейчас все зайдут в телепорт, и я тогда кину смайлик. Ну что ж, Зентифи, и... Давай, давай. Я думаю, что... О, Зентифи, как же так? Ну, тридцатый ранг на Мортисе, да? Видели? Тридцатый ранг на Мортисе. Окей. Так, неудачное, конечно, начало, но что поделать? У Зентифи, в принципе, ещё есть шансы хорошо пройти. Он проходит динамайков, никто его не станет. Вот это да. Неплохо проходит дорогу и злу. Эх, тридцатый ранг на Мортисе, как же так, Зентифи? Тридцатый ранг, к сожалению, ему не помогает. Так, время не очень уже хорошее. То есть много он потерял, когда улетел на трамплине. На первом и на втором тоже. Так, разрушает гаджетом, да? Грамотное решение. И почти-почти он дошёл до конца. Так, всё быстро делает. Сейчас ему нужно сломать ящик, и всё. Так, быстрее, быстрее, Зентифи, торопись. Время идёт, время идёт. И получается сколько? Ну, примерно, что-то 55 секунд. Ну, неплохо, да? Неплохо. Всё, Shadow, готов затащить? Так, сейчас. И начинай. Ну что ж, наш второй участник это Shadow Apple YouTube. Посмотрим, как он пройдёт эту трассу. На самом деле, Shadow у нас один из фаворитов. То есть, многие на него ставили. Ну, я там спрашивал в клубе, там, какое ваше мнение, кто сего не затащит. Кто-то говорил, что Зентифи, кто-то Shadow, кто-то говорил, что Перчик. Никто почему-то не говорил, что Райан. Мне кажется, это была ошибка. Жаль, что этих людей больше нет в клубе. Ладно, шучу. Так, Shadow неплохо идёт, неплохо. Очень хорошее время. Вот это да! Очень хорошо идёт! Жесть! Неужели это будет рекорд? Жесть просто! Shadow невероятное время показывает. Это, это по-любому топ-3. Это 100% у нас топ-3. Что? Куда? Куда он полетел? Зачем он полетел туда? Надо было дойти до ящика. А что это было, я не понял. У него либо залагала игра, либо он просто не заметил, что здесь трамплины, или что это было, я не понял. Но сейчас у него результат хуже, чем у Зентифи. Больше минуты. Жесть. Ну давай, Перчик, показывай киберспорт. Посмотрим, как он сейчас будет проходить эту трассу. К сожалению, Shadow в конце очень сильно не повезло. У него там залагала игра. Вот. Что? Перчик улетает в начале! Кстати, а там трамплина нет справа. Ему придётся сейчас в начало идти. Ааа, Перчик, как так? Ты был одним из фаворитов, как? Просто из фаворитов в аутсайдере. Жесть! Он 20 секунд потерял в начале! Невероятно, невероятно. Ну что поделать? Русский ниндзя это, конечно, жестокая игра. Здесь одна ошибка. Ааа, и всё, как бы вы вылетаете, отправляетесь домой, так скажем. Мне, кстати, знаете, вот это очень не нравилось в передаче. Когда там, ну, видно, что какой-то сильный участник, спортсмен, да, какой-то. И он просто в начале там ошибается, падает в воду, и всё. Он вылетает. Вот это, кстати, вообще очень обидно. Так, ну что, Перчик, время, конечно, да, очень плохое, из-за того, что он в начале потерял 20 секунд просто. И, ну, остальную часть он, конечно, прошёл нормально, но это всё равно больше минуты. И время очень-очень плохое. Давай, Симпа, начинай. Посмотрим, как у нас справится Симпа, и вы видели это? Он сразу же в начале улетел, жесть! Просто что происходит? Мне кажется, надо было всем участникам дать потренироваться, да, и поиграть на этой карте. Но просто с первой попытки пройти это, как видно, очень тяжело. Все ошибаются. Вообще все. Кто-то где-то, но накосячит. Симпа, по-моему, на первом трамплине подставился. Да. Ну и сейчас он, кстати, нормально идёт. Вот он быстро прошёл вот эту тему. Ааа, с шипами. Так. Время пока что хорошее. Мне кажется, это может быть лучшее время даже. Если он сейчас не ошибётся. Так, я понял. Там надо юзать гаджет вот в этом моменте. Все так делают. Так, и надо забирать ящик как можно быстрее. Очень хорошее время. Вот это да, сколько будет? Вот это да, очень хорошо. Да, это рекорд, это рекорд. Всё, сейчас просто момент истины. Мне надо пройти где-то секунд за 55, чтобы попасть в тройку. Так, ну давай, Крафтер Дэн, кидай, кидай. Я начну. Я готов. Так, побежали, побежали. Так. Надо очень аккуратно идти. Хорошо, хорошо. Блин. Ну почему сразу? Да блин. Ну что за фигня? Да нет. Хорошо, хорошо. Бежим, бежим, бежим. Так. Блин, шипы дурацкие. Что за фигня? Дурацкие шипы. Ай, ай. Блин. 20 хп. Окей. Так и было задумано. Так и было задумано. Бежим, бежим, бежим. Жесть. Вроде как нормально. Так, так, так. Бежим. Так, так, так. Отлично, отлично. Всё, забираем ящик. По-моему нормально, по-моему нормально. Так, так, так. Фух, сколько там? Сколько там по времени? Ну, вроде как я нормально прошёл, да? Сейчас будем смотреть результаты. К сожалению, я вам не могу показать, как проходили это испытание все участники, потому что иначе видос выйдет, ну, минут на 30. Нам же ещё надо делать финал. Поэтому давайте прямо сейчас посмотрим на таблицу по времени. Итак, первое место занимает Райан. 49 секунд. Вот это да. Отличный результат, Райан. Второе место у Симпы. 53, третье у Зентифи. 56. Ну и далее уже время намного хуже. У Везунчика вообще 73 секунды. Но он там в конце накосячил очень сильно, ему там не повезло. Слушайте, получается, финал у нас проходит, ну, я, конечно же, ну, кто бы сомневался, да? Симпа и Зентифи. И сейчас у нас будет финальная трасса, очень и очень сложная. Ну что ж, три человека в финале, и только один затащит. Это будет очень жёстко, это очень тяжёлая карта получилась. Я не знаю, как мы её сейчас будем проходить, потому что здесь вот начало прям, ну, после кустов максимально сложное. Максимально сложное. Фух, ну что ж, первый тогда Зентифи, второй Симпа и третий я. Посмотрим, кто окажется настоящим индием. Ну я точно где-то накосячу, сто процентов. Ну потому что карта очень тяжёлая. Давай, Зентифи, ты начинаешь первым, по моему смайлику. Давай. Как обычно, у кого тридцатый ранг на Мортисе проходит раньше всех. Так, посмотрим, как он пройдёт, это сложное место. Так, он активирует трамплины, так, сюда. Вот это да! Он, он активирует все трамплины, вау! А как он попал с первого раза в эту дыхку, жесть! Так, тут он не рискует, окей. Тут он не рискует. Так, давайте дальше, мне надо за ним смотреть. Сейчас он направо перейдёт. Так, 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 смотрим. Так, он здесь по туману прошёл. Так, так, так. Он очень хорошо идёт. Шёл, шёл. Так, но он вроде не очень много времени потерял. Улетел здесь, но времени не очень много он потерял. Так, так, так. Ему надо забрать ящик сейчас. Так, так, так. Смотрим, смотрим, смотрим. Забирает ящик. Очень хорошее время. Это жесть! Я не ожидал, что он так хорошо пройдёт. Не, красава, знаете, фея. Отличное время. Давай, Симпа. Начинай. А все в тебя верят. Ну, кроме меня, конечно же. Потому что я же сам финалист, да? Мне надо как бы... Ну, Симпа, по идее, мой соперник. Поэтому я не должен желать ему удачи и болеть за него. Иначе это странно получится. Как они так хорошо проходят в начале, я не понимаю. Я специально сделал это место максимально тяжёлым. Они его просто на изи проходят. Мне кажется, я где-то в начале вот 100% улечу. Так. Здесь Симпа тоже проходит. Что? Как они так хорошо идут? Это что? Слушайте, я не понимаю. Симпа вообще идеально проходит эту карту. Как будто он здесь играл уже раз 10. Хотя я её только что построил. Что это? Он сейчас быстрее из Энтифи пройдёт. Это жесть. Хотя непонятно. Время почти такое же. Слушайте, я не знаю, кто из них быстрее прошёл. Но у Симпа, блин, очень хорошее время. Он вообще прошёл идеально. Ну всё. Сейчас всё решится. Давай, Симпа, я готов. Я готов. Так, побежали. Бежали. Так. Так. Отлично, отлично, отлично. Так. Расчищаем. Хорошо, хорошо. Я попаду. Блин, я не попал, чёрт. Надо было гаджет юзать. Так. Блин, да что такое за фигня? Я не могу попасть в этот блок, тупой. Блин. Что это такое? Всё, сейчас я уже не успею, наверное. Блин, ну что за фигня? Да телепорт! Телепорт не телепортирует почему-то. Так. Хорошо. Бежим, 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 бежим. Блин. Что это было? Да блин! Я ещё и в этот блок не попал. Да как так? А-а-а! Ужасное время. Просто ужасное. Чёрт. Ну я уже не выиграл. Я понимаю это. Блин, как так? Накосячить в финале, чёрт! Ну что ж, все финалисты отыграли, и я готов объявить результаты. Первое место у Зэнтифи. 50 секунд, 70 миллисекунд. А Симпо 51 секунда, 15. И Райан 57 секунд и 62. Да, ну что сказать. Зэнтифи молодец. Он реально шёл первым и показал самое лучшее время. Симпо второе место, но тоже неплохо, да, очень близкое время, но немного ему не повезло. И третье место у меня. Мне конкретно не повезло. Это жесть. Отборочный этап я прошёл лучше всех, а финал хуже всех. Ладно, не будем жаловаться, всё-таки главная победа... Ой, блин, наоборот! Главное участие, а не победа. Надеюсь, что вам понравилось это видео. На этом тогда всё. Спасибо за просмотр. Всем удачи. И пока!